Всем огромный привет! Только я вам сообщила, что заказала я сэмплы из магазина Линтон. Это магазин Твидов, фабрика, который производит, тоже находится в Англии. Как пакет мне уже пришел, так что давайте вместе это все откроем и посмотрим. Приготовьтесь, видео будет длинным. И прошу вас досмотреть до конца, потому что в конце я еще вам задам один вопрос. На который буду ждать очень сильно ваш ответ. Вот такая вот красота. Супер, правда? Так, начнем с зелененького. Немного просвечивает. Смотрите, какое количество ниток. Какая прелесть. Такие прям как ленточки, что ли. Но это не ленточки, это ленточки сплетенные, то есть не атласные. Но сдалека похоже на атласные ленточки. Часть идет синтетика. Вот, к примеру, видите, тут такая есть ниточка. А часть идет натуральные волокна. Красота. Следующий очень красивый. Смотрите, какой разноцветный. О, прелесть. О, какая прелесть. Кстати, по косу его так покроить платье. Как оно будет классно. Или юбку. Мне почему-то сейчас вообще последнее время нравится делать изделия не платьем, а юбкой топом. Чтобы можно их дробить и делать разные наборы из одежды на себе. Ну что, поджигаем. Очень плохо горит. Тоже, смотрите. Натуральные волокна. Очень мягко, очень приятно. Неожиданно, честно сказать. Я к видам всегда достаточно была холодна, но это мне очень нравится. Следующий такой цвет икрю. Светлый, не белый. Вот если сравнить с белым листом, видите? Фантастический отрез, фантастическая ткань. Имеет такой блеск. Очень красиво. Даже где-то бы, я сказала, какой-то свадебный вариант. Кстати, вот видите, изнанка немножко другая. Если, к примеру, платье какое-то такое минималистичное, а сверху жакет. Задь 75-44. Это тоже натуральные волокна. Ой, прелесть. Класс. Дальше у нас идет, это какая-то другая, более, не знаю, то, что сказать, более плотная стулья. Но не менее прекрасно. Такого бледно-фисташкового оттенка. И вот эти вот ниточки, они выглядывают. Такой, как недобритый мех. Где-то так. Все так же. Знаете, в какой-то момент думаешь, боже мой, если так все идет, волокна такие натуральные, зачем поджигать? Но я буду поджигать каждую ткань. Видите, пока соль, достаточно упруго. Класс. Видите, разное растяжение. То есть, например, вот это очень хорошо растягивается, а это не очень. Следующий отрезок такой какой-то винтажный, такой желтый с фиолетовым. Честно сказать, ну, как на меня сомнительное сочетание. Даже не знаю, почему-то я сразу свою бабушку вспомнила. Ну, красиво. Ну, вот как-то в одежде я не вижу этот отрез, ну, эту ткань. Но, к примеру, декоративно, ну, блин, она столько стоит, что декоративно, я не знаю, как ее использовать. Хотя, я думаю, что если сочетать с очень современной одеждой, к примеру, с там джинсами, кроссовками, то такой жакет в этом аутфите будет хорошо смотреться. Потому что здесь есть такой вот сине-фиолетовый цвет, вот под джинсом он так будет соединяться. Ну, а желтый, он, конечно, такой очень тут самый активный цвет. И такой теплый желтый. Ммм, курочкой пахнет. Может, какой-то шелк тут есть. Ой, какой неуманый, посмотрите. Это вообще... То есть, все вроде как такое фиолетовый, понятных цветов. Но вот эта вот нитка вплетена, неоновая. Вот она, видите, какая. Слушайте, ну, какая красота. Правда? Вообще, прелесть. И вот эта синяя нитка. Такая тоже как ленточка. Хочется поразбирать их все и порассматривать. Простите, у меня руки черные. Ну, как уж есть. Такая ленточка. Это все сплетается и получается. А здесь еще вот есть розовый, неоновый. Есть еще вкрапление. Вот, смотрите, видите, нитка с такими узелками. Она еще такая пушистая, эта нитка. Оранжевый неон. Курочкой пахнет. Пахнет так, как будто бы вы эту курицу обсмаливаете. У меня в этом деле опыт хороший. Смотрите, ну, это же вообще. Понятно, что эти ткани стоят недешево. Но, видите, какой натуральный состав и какая вообще красота. Ой, это вообще. Я люблю такое. Ой, какая. Посмотрите. Букле. Вот этот вот, видите, они такие вот ниточки. Плетенные. Это красивая моя любимая ткань. Пока из того, что я видела. Это лицо. Вот такая вот изнанка. Очень классная. Вот эти вот, смотрите, какие тут нитки разные. Они тут... Вот эта вот ниточка, она переплетена такой... Другой ниточкой металлизированной. Здесь белая нитка. Дальше вот такие потоньше. Эти какие-то ниточки прокрашены неравномерно. Супер. Практически не горит. Прям вообще не хочет гореть. Хлопок, вискоза. Может есть. Натуральный, видите, все волокна тоже. Вот так вот. Дальше. Такая какая-то серая мышка. Видите, синий, темно-синий, светлый и серый. Вплетены такими вот полосками серые. Вот такая вот изнанка. Такой базовый жакет будет из базового цвета. Вообще не горит. Не реагирует на огонь. Вот эти белые синтетические ниточки. А вот эти вот натуральные. А вот смотрите, какие квадраты. Класс. И здесь, видите, такая металлическая нитка. А ну давайте я ее вытащу. Вот. Она переплетена с другой ниткой. Розовой. Есть еще ниточка золотая. Вот она, смотрите. Видно, да? И вот эти красивые такие, пушистые, черно-белые. Синие вкрапления у нас, видите, выпадаются. Потому что следующая ткань будет вот такая вот синяя. Эта ткань мне нравится. Красиво вообще. Ой, обалдеть. Невероятно. А вот изнанка какая. Мне очень нравится. Есть и синтетика, но есть и натуральные волокна. Синтетики так прилично. Свернулось достаточно много. Ну, я думаю, что вот это натуральное, это больше синтетическое. Ну, и вот смотрите, какой цвет яркий. Такой. Это даже не синий и не голубой активный. Вот голубой активный, да, можно так сказать. Что у нас здесь. Что у нас здесь. Здесь есть вот такая вот нитка. Она такая, не знаю, с некими... Ну, как буклей, не знаю, только какая-то плоская. Есть вот такие, вот смотрите, ниточки голубые, металлизированные. Тёмно-синие, тоненькие. Есть ещё вот такие, есть просто синие, металлизированные. И так она тянется хорошо, очень пластично. Вот, по косой. Ой, мне очень нравится. Достаточно тонкая, немного просвечивает. Так, давайте её... Непонятно, конечно. Вот эта голубая комочка называлась. Это синтетика. Ну, синтетика, конечно, металлизированная. Тут много металлизированных ниток. Ну, красота неописуемая, конечно. Далее. Чёрная. Только сейчас... Убрать вот эти вот... Остатки от других тканей. Чёрная. Вот, смотрите, какая структура у неё. Это лицо. Тут изнанка. Ну, я думаю, сильно они не отличаются. Её, наверное, вам на чёрном... Чёрное вам тяжело сейчас усмотреть. Хотя, вроде как, камера ловит. Класс, да? Но оно чисто чёрное. Никаких вкраплений других я не вижу. То есть, плетена она из чёрных... Ниток. Красиво. И она такая, более толстенькая, что ли. По сравнению с другими. У неё даже такое облегчённое пальто можно сделать. Курочкой пахнет, или барашком. Ну, вообще, смотрите, все молокна натуральные. Прелесть. Дальше. Ну, прям морлёвочка, морлёвочка. Видно, да, как просвечивает. Вот как муслин. Только вот с переплетением ещё вот этих вот ниток бежевые. Светлый такой, светлый. Эта нитка, как бы, вроде светлая, но она оплетена ещё другой синей ниткой. А вот эти тоже такие красивые, запутанные. Как такое можно сотворить? Боже, невероятно. Это на летний жакет. Так было бы классно. Простегать шёлковой подкладкой. Органзу внутрь ставить, чтобы форму держала. И тоже простегать вот так вот. Класс. Ну, посмотрите, опять запах барашка, курочки. Ну, какие-то волокна свернулись, но основная масса... Основная масса натуральные волокна. Тут ещё вот такая вот ниточка, видите? Такая она, как бронзовая, что ли, блестяшка-то. Дальше. Это прям морской стиль какой-то. И смотрите, видите, кромку мне поставили чуток. Рассмотреть кромку. Кромка красивая. Изнанка. Лицо. Тоже одна из моих таких любимых, которые мне нравятся. Нравятся мне вообще вот такие вот. Синий, красный, белый. Видите, нет никаких тут блестящих ниток-элементов. Ткань такая довольно... Уверенная в том, что блестить ей не нужно. Мне нравится. Я вообще люблю ткани без блеска. С блеском редко когда использую. Знаете почему? Потому что я не могу себе позволить дорогие ткани с блеском. А когда вы покупаете дешевые ткани с блеском, то блеск дешевый. И это видно. Дешевый блеск всегда выдает. Поэтому, если выбирать, то лучше выбирать матовые ткани. Или дорогие, но с блеском. Чтобы блеск был красивый. Вообще не горит. Все натуральное. Вот это белое, по крайней мере, точно. Синее. Синее можно еще поспорить. Дальше. Вот такая вот красота. Сочетание у меня цветов не нравится. Здесь такой идет бургундий синий. Какой-то, не знаю. Потом идет светлый и черный. Довольно пластичный. И довольно тонкий. Смотрите, видите, просвечивает. Есть вот такая вот, даже в ткани, золотинка. Это не золотинка. Блестящая ниточка. Она такого цвета. Цвета бронза. Розовый бронза. Где-то, может быть, вот эти точно синтетические розовые бронзы. Но основная масса натуральные волокна. Красота. Дальше. Ох, это вообще. Ткань такая, знаете, как травка. Есть такая нитка, вяжет ей свитера. Травка, да, по-моему, называется? Супер. Не знаю, хочется ее вытащить, ему показать. Что на темном вы не увидите. Ну вот она. Не знаю, видно, нет? Такая блестяшечка. Вот она так переливается. О, посмотрите, вот так видно. Камера ловит. Красота. Видите, она не везде тоже, она частично сделана. Прелесть. Ну, она немного просвечивает, но не сильно. Но мне кажется, например, это такой элегантный вариант праздника. Вот как-то так. Ты вроде поблескиваешь. Я думаю, если про искусственное освещение, она будет еще больше блестеть. Дальше. Ой, тут что-то такое, какая-то ободранная курочка, недощипанная. Честно вам скажу. Вот эти вот штучки, они когда торчат, похоже, знаете, на что? На нарезанный дублевин вот кусочки. Это видно, да? Такой немножко бомжеватенький отрез. На любителя. Тут много синтетических волокон. Практически все, видите, превратилось в комочки. Следующий. Бежевый отрез. Таких в нюдовых, видите, оттенках. Тут такой немножко бежевый, розовый. Здесь чуть-чуть серого добавлено. Тут икрю свежелый. Тут такой кофе с молоком. Снова розовый, серый. Икрю, кофе с молоком. И так далее. А вот здесь, вот поперек, идут такие цветные ниточки, вкрапления. И вот эта маленькая-маленькая деталька, такой маленький акцент, придает красоту этой ткани. Мне очень нравится вот этот бежевый, прям вообще в восторге. Я бы такую купила. Надо поинтересоваться, сколько она стоит. Вот такая вот изнанка. Какой-то даже неоновый кусочек тут врезался. То есть тут цветные ниточки, а тут какие-то с зелёным таким. С зелёными узелочками. Классно. Вот эта ткань мне очень нравится. Так, барашком пахнет. Супер. Наверное, было бы более объективно, если бы я поджигала с двух сторон. Тоже барашком пахнет. Всё отлично. Всё натурально. Какая красота. Какая красота. Очень нравится. Вот этот бежевый такой. Причём, если сшить жакет из такой ткани, этот жакет будет подходить под всё. В буквальном смысле. Дальше. Что-то очень пёстрое. Ну, вам, наверное, не видно. Скажут, что там пёстрого. Очень похоже на вот это тоже. Такие, видите, бомжеватенькие. Эти вот штучки. Вот тут такие же, только как будто из дублерина сделаны. Они такие ведь в кружочке. Даже на них маленькие есть. Как будто бы клей. Ну, опять же, здесь идёт ниточка вот такая вот. Светло-фиолетовая. Светло-фиолетовая. И блестяшки. Золотая блестяшка. И синенькая блестяшка. Такой неоновый, синий. Ну, знаете, вот эта ткань мне нравится больше. То есть, если здесь, например, какая-то грязноватенькая, то вот эта уже более такая, более элегантный цвет подобран. Здесь вот как-то лучше, что ли. Тут не так грязно. Хотя вот эти вот штучки мне не очень нравятся. Ладно. Это всё очень субъективно, вы же понимаете. Вообще не горит. Ну, вот эти вот синтетические штучки. Вот эти ниточки. Те, что на ней торчат. Вот эти полосочки, палочки. Ну, здесь больше, конечно, синтетики. И вот эти блестяшки тоже синтетические. Ну, тем не менее, красиво. Да? Ну, далее. Розовое чудо. С пайетками. Боже мой. Боже мой. Посмотрите, какая милота. Я не буду поблескивать вот эти пайетки. Потому что ничего другого блестящего в этой ткани нет. Нет других ниточек блестящих. Есть только вот эти пайетки миленькие. Их немного, они разбросаны, так знаете, аккуратненько. Тут, кстати, те же вот эти вот штучки. Но они светлые, выглядят прикольно. Мне нравятся. Вот те же нитки, которые вот тут торчат. Как куски дублерина. Но выглядят тут они хорошо. Мне нравятся. Ну, и вообще переплетение такое, как муслин немножко тоже. Я думаю, вам заметно дать, что просвечивает. И розовый цвет красивый. Не избесившийся Барби, а такой красивый розовый. Красные вкрапления, фиолетовые. Такие даже не фиолетовые, а сливовые. Слива, да. Ну, и, конечно же, вот эти вот ниточки тут есть немного зеленого, синего, красного. Моя прелесть. Не знаю, синтетики я тут не увидела. Возможно, есть вот эти вот тоже беленькие, синтетические. Но основная масса натуральные волокна. Класс. Как поблескивает. Ну, посмотрите, вам видно, да? Вау. И такой блеск, элегантный такой. Ой, класс. Еще немного. Вы еще там живы? Смотрите, какая зелененькая. Зат 8080. Мой любимый зеленый цвет. Она, кстати, знаете, как вот та черная. Очень похожа. Похожа, но не одно и то же. Но похоже. Помните, вот эта черная, а вот эта зеленая. Но что-то общее есть. Опять же, здесь нет ничего блестящего. Все матовое. И достаточно фактурное. Но она такая плотненькая. Дальше можно облегченное такое пальто сшить. Облегченное. Красиво, красиво. Да? Давайте тоже ее подогоним. Ну вот, смотрите, натуральные волокна так же. Слушайте, красивая ткань, мне нравится. Далее. Фиолетовая, сиреневая. И такой красивый, фактурная очень нитка. Вот эта вот красивая икрю. Здесь есть вкрапление металлизированной нитки. Вот так вот. Вот. Ну, совсем чуть-чуть. Вот, смотрите. Да? Буквально чуток там поблескивает. Тут есть, конечно, синтетические волокна. Но большинство натуральные. Красивая ткань. Тоже мне очень нравится. Мне нравится вот этот особенно светлый. Он не белый. Ну, вообще тут белых практически не видела. Тут все такое. И крюму немножко. Прелесть. Ну и финал. Это вот такая вот красота. Посмотрите, какая прелесть. Вот. Мне очень нравится эта ткань. Прям вообще просто бомба. Тут, смотрите, есть вот такие вот нитки. Вот. Как маленькие мелкие бахромушки. Рядышком есть такая вот ниточка. Смотрите, видите. Сплетена из нескольких ниток. Вот так. Они переплетены такими мелкими ниточками. А тут вот такие как будто бы ленточки. Но это не ленточки. Они имеют тоже вот здесь плетение такое. Вообще супер. Причем вот эти вот ленточки, они, видите, где-то перекручиваются. Тоже создает какую-то другую фактуру. А где-то ровненько ложатся. Как-то мы в университете учили, как это переплетение называется. Ну, конечно же, Лена все забыла. Красиво. Давайте ее. Ну, посмотрите. Ну, как такое может быть? Посмотрите. Все натуральное. Ну, это же вообще. Какая прелесть. Очень нравится мне эта ткань. Давайте еще раз моток я вам пролистаю. Ну, а пока листаю эту красоту. Напишите, что думаете по поводу этих тканей. Насколько вообще вам нравится шить из твидов. Насколько сложно или наоборот легко. Возможно, вы уже знаете какие-то особые технологии по обработке. На самом деле на ютубе можно увидеть очень много уже видео по работе с твидом. Многие шили жакеты а-ля Шанель. И я, конечно же, давно планирую себе сшить такой жакет. Но все никак. Ну, как обычно. Хочется много, успеваешь. К сожалению, буквально, может, процентов 10 из того, что вообще тебе в голову, какие идеи швейные, творческие приходят. Мне очень понравились ткани. Я обалдела, как вы поняли, из этого видео. И вы не поверите, пока я вот раскладывала до себя своих любимчиков, это вот эти вот 4 ткани, которые мне понравились, которые я бы действительно прикупила бы себе. И я вспомнила, что как-то на просторах интернет видела вот такие вот жакеты. По-моему, они от Moschino. Посмотрите, какая красота. И собраны они в технике пэтчворк из разных-разных кусочков твидовых тканей. Как вам, нравится? Я вот что-то мне так прям как-то внутри защемило. Я подумала, боже мой, а не использовать вот эти вот кусочки тканей, сэмплы для создания вот такого вот жакета. Я понимаю, что чтобы сшить такой жакет, нужно действительно много терпения. Потому что это довольно трудозатратно и время затратно. Вот смотрите, какой бомбер. Но жакет мне как-то вот нравится больше. И, по-моему, тот жакет еще даже есть в костюме. Да, вот он. Есть еще такая юбка. Но я считаю, что такие вещи нужно носить отдельно. В общем, напишите, что вы думаете. А на этом все. Спасибо, что были со мной. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok